я еще я ищу друзей знакомых просто просто каких-то таких людей в москве может в петербурге не знаю скорее всего я в москву перееду потому что моя мама настолько меня прессует чтобы я уехал в москву что она даже готова со мной поехать проконтролировать чтобы я там был ну уж прости меня я вот такой типаж вот представь григорий перелиман который отказался от миллиона который ходит как бомж и живет с мамой уж прости но я не гениальный конечно я не математик вообще от отнюдь но такой типаж у меня не бизнесмен не нет нет не пикапер не еще какой-то там вот такой вот типаж у меня к сожалению был бы я гениальным программе ну или хотя бы просто посредственным программистом или математиком я бы зарабатывал деньги но я нищеброд работаю дворником не она девушка не выберет что я нищеброд просто смотри видео про нападение на меня федоровый осенью 2013 года с сентябре 2013 года это событие изменила меня навсегда поменяла мою жизнь надо и после жизнь прекратилась после этого прекратилась до сих пор и в будущем и никогда она не начнется но я прошу вас помочь мне если вы можете помочь хоть чем-то просто помогите мне почувствовать хоть какую-то радость жизни себя не одиноким пожалуйста мне так плохо и одиноко здесь я рисую я не бездельничаю я работаю я рисую после того как прихожу с работы я получаю негативные отзывы от своей самого близкого человека мамы от отца безразличие по отношению к моим картинам я все равно продолжаю рисовать я могу вам описать столько событий которые происходили когда я рисовал я ну например одно из событий я пошел я пошел на край города туда никто не ходил музей находится здесь на крыль города там работал дворник 1 и возглавляла директриса она такая темненькая евреечка такая короче она мне сказала короче на меня я попросил чтобы меня не так не не трогал этот дворник за то что я бесплатно просто так рисую мелками на плитках бетонных которые смывают дождем никому не мешая нас за свои деньги причем они когда у них выставка была они говорили они приходили и говорили смотрите вот у нас тут художник рисует смотрите его картины вот это интересно то есть они воспользовались мною как бы но при этом ни копейки мне ни разу не заплатили но я и не требую я не жаден до денег но дело в том что когда этом рисовал от души я только закончил рисовать один рисовал дождь даже шел я все равно при дожде рисовал выключил камеру запись подходит ко мне дворник такой мрачный тыщет пальцем мой рисунок говори и всякие гадости говорит самые откровенные гадости и какую-то дичь говорит он вообще не способен понять никто не способен понять что человек может просто бесплатно от души рисовать для города он говорит тебе дали деньги вот рис учет и холмы одни рисуешь я ничего не ответил я пришел к директорисе поднялся написал на записку как ван гог если вы смотрели фильм жажда жизни там он последнее письмо написал брату тео что нету сил больше ей отдал перед передал через другого человека не знаю что она ягода спускался по лестнице на сверху тыкала меня пальцем к чала вот же змею пригрели проваливая отсюда а все что я сделал это просто я попросил ее чтобы меня дворник не трогал чтобы я мог спокойно рисовать бесплатно никого не напрягая за свои деньги за свои средства и просто то что я написал там что я в отчаянии она вот так вот агрессивно меня выгнала еще змеей вызвала несправедливо и и даже после этого я продолжал рисовать и знаешь единственные кто сын оценивал мои рисунки кто подходил и смотрел и говорил это интересно это были люди которые приезжие кто не жили не коренные жители нашего города кто проездом из других городов случайно оказались вот так вот сложилось вот так всегда оказал оказывалась всегда пожалуйста молча помогите просто скажите обо мне не так чтобы меня травить начали да как хотите расскажите если уж травить будут так со смирением приму я никто кто я в глазах общества я никто сумасшедший дебил дурак идиот я просто фрик я ничтожество я абсолютный под плинтус захоронены вот это я так что если даже вы опубликуете меня где-то и там меня начнут и меня начнут травить так что это не удивит даже меня да